Доброго времени суток! С вами Людмила. И я хотела бы поговорить с вами на такую тему, как личностный рост, становление себя, свой опыт этой жизни, жизни под названием игра, как я в неё играю. У каждого есть такие вопросы, есть опыт. И вот я бы хотела про себя немножко рассказать и как бы определиться. Я до сегодняшнего дня была посвящена в две духовные практики, целительные. Это космоэнергетика и зороастризм. Школа Эмиля Багирова и зороастризм Рамияр Каранджи. У меня там три ступени, и я пока остановилась и дальше вот как бы не двигалась. Но так получилось, что судьба, перейдя на малоедение, у меня прояснился ум. С меня начали какие-то шоры спадать, какие-то ограничения. Я более лучше стала видеть свою ситуацию. Я не говорю, что я её конкретно сейчас вообще хорошо вижу, но я смогла поехать на семинар благодаря своей подруге, которая меня как бы толкнула, дала толчок такой. Я вообще не собиралась ехать. Поехав на этот семинар, я по пути встретила очень много хороших людей. На самом семинаре великолепно было. И обратная дорога. Были попутчики уже гораздо интереснее. Я попозже расскажу. И когда я ехала домой после семинара, у меня было очень сильное желание, но сейчас есть продолжать дальше космоэнергетику, посвящаться в мастера. Я уже получила все каналы. У меня была такая концепция, что надо посвящаться в каждый канал отдельно, а не получать их оптом, как многие мастера сделали. 20-20 или там 16 каналов, а до 41 они все получили оптом. Я так не хотела. И вот наконец-то на этом семинаре я добрала оставшиеся 4 канала, и теперь у меня 41 канал. Я уже почти что мастер. Мне вообще говорили, что я уже работаю на уровне мастера. Я проводник космических энергий. Теперь у меня 41 пакет программ. Это космические энергии, у которых нет человеческих слабостей, и они помогают человеку становиться добрее. становиться более духовным, здоровье поправить, переосмыслить свой опыт. И многое чего дает космоэнергетика. Безличностные каналы они только вам дают, они вам помогают, и причем не насильно. Если вы еще не готовы с чем-то расстаться, то они не будут с вас это снимать. Пожалуйста, берите опыт от своей там вспыльчивости, гнева, жадности, если вы совсем не готовы. Но они в то же время вам помогают, облегчают. А духовная работа над самим собой это ваша прерогатива. Вас насильно никто не тянет ни в эзотерику, ни никуда не тянет. Это только ваше желание. И вот, поехав на семинар, я вспомнила, как прекрасно я себя чувствовала на сеансах по мере своего очищения. Эмиль Михайлович Багиров проводил три очистительных сеанса. На первом сеансе я только улыбалась и вспоминала приятные моменты. Это было просто великолепно. И я вспомнила, как я люблю космоэнергетику. А ведь я остановилась, не хотела больше принимать пациентов, осуждала, злилась, перестала общаться со многими. И среди космоэнергетов нашего города прошло такое, что Людмила ушла из космоэнергетики. Я так слышала, что многие об этом жалели. Но я не жалела. А теперь я тоже не жалею о своем опыте. Это был опыт общения с собой, самоостановления, понимания себя. Он тоже необходим. Можно много говорить, но я скажу, но я скажу, что теперь я опять направилась на, как я считаю, на тот путь, который приносит мне счастье, удовлетворение и рост. То признание, которое я бы хотела бы в социуме иметь, оно тоже приносит. на втором и третьем очистительном сеансе я все это посмотрела. Посмотрела свои образы. Там у меня видение более-менее на начальных этапах развито. Почистила свой эмоциональный план. Я прям видела на последнем сеансе. Он еще глубже меня очистил на третьем сеансе, как с меня вот эти куски негативных эмоций, негативная тяжелая энергия прям кусочками выходили. Я аж как бы, знаете, так, как бы вырубалась на доли секунды, когда вот этот кусок вытаскивали. При первом посвящении Форунбуду я упала в обморок, так как у меня очень большой был сгусток негативный. Может, по прошлым жизням. Когда он вышел, вот у меня все потом пошло хорошо. И вот эти сеансы меня хорошо прям почистили. У меня голова кружилась. То есть у меня было много тяжелых мыслей. Я все время вспоминала что-то из прошлого. негативно где-то негативные установки какие-то. Многое чего поснималось. И теперь я ясно увидела, что я буду развиваться. Я хочу получить теперь мастера. Я действительно хочу. И хочу пойти посвящаться в магистры. Я так думаю, что навряд ли я остановлюсь. Я буду идти вперед. Потом потом буду и дальше идти. И с целью обучения. И школу свою создам, как я мечтала. У меня появился такой стержень. Благодаря малоедению. Вот когда я прошла 21 день малоедения, я поняла, что у меня окреп мой позвоночник, мой костяк. я стала более уверена в себе. Прямо у меня уверенность появилась. Какие-то были страхи, они потихоньку вообще рассосались. И если еще будут какие-то появляться, я уже знаю, как их убирать. и буду убирать. И я так этому рада. Друзья мои, как я рада, что я встала на этот путь. Путей много. Вы можете развиваться через разные направления духовные. И через йогу, и через медитации, и через, допустим, поездки по миру, общение с приятными людьми. Ну, так сложилось, что у меня есть учитель Эмиль Михайлович Багиров. Я его очень уважаю. Ему сейчас летом исполнится 70 лет. Желаю ему еще долгих лет жизни. Хотелось бы тоже успеть посвятиться у меня, у него в магистры. и хотелось бы еще пообщаться с ним, поездить на семинары, на съезды. Это так интересно. Вот вам общение, которого мне не хватало. Это не значит, что я буду общаться с кем? Со всеми прям подряд. Конечно, нет. У меня уже выработался иммунитет. С кем можно общаться, с кем нет, с кем приятно, с кем нет. И даже в своей семье я уже чувствую, что мне надо все-таки больше еще проработать какие-то, какие я в них вижу недостатки, такие, значит, и у меня есть там где-то в зачаточном состоянии. Вот видите, сколько я вам уже наговорила. Хотелось бы еще больше сказать, но буду продолжать на эту тему. пока вот остановлюсь на этом. Очень благодарна всем, кто меня будет слушать. С вами была Людмила. Все будет хорошо. Я буду продолжать свое малоедение, так как оно мне чистит нервную систему, психику и направляет. До встречи! Субтитры